Салю, Монами! Хочу вам рассказать о моих парфюмах. Парфюмерия – это одежда для души. И мой любимый аромат – это черная орхидея, легендарного Тома Форда. Вот она, первый мой парфюмчик. Аромат просто супер! Пахнет черной орхидеей, которую вывели специально для этого аромата. Создана она в 1992 году, по-моему. И это шедевр парфюмерии. Пахнет, там есть в составе и древесина, и сандал, чернослив, кокос, ананас даже есть, различные фрукты, специи восточные. Древесина, кожа, даже в составе есть кожа. Потом есть тут ладан. И, что очень интересно, здесь есть грибы-трюфели. Такие, которые растут под землей. Их ищут специально обученные свиньи, по-моему. И продаются они, может быть, даже через интернет или напрямую различным ресторанам с мишленовскими звездами. Так как имеют потрясающий аромат. Ой, супер! И их добавляют в различные блюда шикарные. Там, например, это паста с трюфелями. Есть черные, белые, кстати, трюфели. И, по-моему, есть пачули здесь еще. Поэтому аромат очень многослойный, такой раскрывающийся, запоминающийся. Пахнет шикарно. Причем я его использую на все случаи жизни. И днем, и на вечер красивый. В вечернем платье можно куда-то выйти. И джинсы, и под любой образ. Причем он может использоваться как мужчинами, так и женщинами. Он унисекс. Но подойдет не каждому. На некоторых он раскрывается. Не знаю, как он может плохо раскрыться. Очень ароматный. Супер! Вот, потом... У меня такой же, кстати, маленький есть. Вот он. Вот они. Первый у меня появился 30 мл. И это уже у меня третий флакон. Обожаю их. Всегда буду покупать. И они у меня и зимние, и летние, и весенние, и осенние. На любой случай жизни. Все. Это супер! Кстати, еще могу сказать о нем. То, что это были любимые духи Майкла Джексона. Легендарного Майкла Джексона. Такой шикарный черный флакон. Золотой гравировочек. Так. Потом у меня есть вот такой вот... Орхид Солей Тома Форда. Это относительная новинка. По-моему, 2011 года выпуска. И... Тоже очень яркий аромат. Первое, когда я его услышала, так открыла, понюхала, мне запахло семечками, орешками. И... Ну, солнечные. Тут белоцветочные какие-то цветочки есть. Лилии, по-моему. Может быть, некоторых раздражать. Потому что лилия – это такой цветок капризный. Золотой, такой бронзово-розово-золотистый флакон. Посмотрите, какая красота. Вот. Супер. И что еще могу сказать? Еще одни из таких тяжелых ароматов – это Насомата Блэк Афгана. Но тяжелый он для некоторых. Для меня он легкий. Смотря в каких дозировках его использовать. Если один раз пшикнуть... Вот у меня 30 мл флакончик. Насомата Блэк Афгана. Черный афганец переводится. Крышка такая деревянная. Как уголь обгоревший, видите? Осталась у меня капелюшка. Я храню его, ценю. Могу чуть-чуть иногда пшикнуться. Пахнет просто бесподобно. Аромат на 5, наверное, на километр точно распространяется. Если заходите в помещение, можно кого-то придушить. Конечно, им уже очень узнаваемый аромат. Примошли фит. Такой мощный заряд идет. Хочется спросить, чем пахнут. Все спрашивают, чем от вас пахнут. Пахнет так вкусно. Древесина здесь в составе. Есть шоколад. Ну, это основные, которые я запомнила, ноты. И мускус. Мускус, как вы знаете, добывается из железы у кабарги. Кабарга – это такое животное с облезубой олень. Раньше их убивали для этого. Или усыпляли, чтобы добыть из железы вот этот состав мускус. Потом искусственный вывели мускус. И сейчас их научились этих животных усыплять. Для того, чтобы они заснули. Им сделали эту процедуру. И они восстанавливаются. Опять оживают временно. И не наносится вред животным. Вот этот мускус, он, чем же он мне так волнующе пахнет. В общем, на некоторых он может раскрыться не очень благоприятно из-за мускуса. Такая животинка есть такая в этом аромате. Но супер. Мне нравится очень вот такой флакон. Флакон не столько мне нравится, сколько сам аромат. Следующий у меня будет Мадонна. Вот такой белый флакон со звенящей крышечкой. Говорят, что вот так вот он, когда открываешь и закрываешь, что звук такой музыкальный получается. Вот такой в стиле готики католической церкви. С пупырышками весь флакончик. Аромат белоцветочный. Здесь есть и лилии, по-моему, есть. Тубероза. Белые цветы туберозы. И гордения. Вот. Это точно я знаю, что входит в состав. И некоторым пахнет молочной кашкой. Кашей на молоке. Мне это пахнет цветами белыми. Очень яркий аромат. И для меня он современный. Хотя год выпуска то ли 96-й год. Ну, в общем, давненько он уже существует. Но иногда можно попользоваться. Очень стильный такой белый флакон. Соответствует своему описанию. И как облако такое вокруг. Вокруг меня он как облако стоит таким аппетитным ароматом. Молочных цветов таких белых. Так. Следующий мой любимый из Монтали. Это Ванил Экстази. Ой, как он пахнет вкусно. Вот такая крышечка. со звенящей насадкой такой. Смотрите. Так вот фиксируется. Крышечка часто это отлетает. Ну, у меня уже это третий флакончик. Я их очень люблю. Ванил Экстази. Отодралась у меня наклеечка здесь. Вот. Очень ароматный. Ой, божественный. Супер. Но не зимний. Зимой он у меня не идет вообще. Летний, весенний. Может быть осенний, но не зимний. Аромат Ванильки. Ванил Экстази. Экстази. В общем, вот такой флакон красавицы. Монталь. Любимый мой Монталь. Также у меня есть Монталь Чоколад Гриди. Вот это у меня второй флакончик, но он уже заканчивается. И не знаю, буду я покупать еще или нет. Очень яркий аромат Чоколад Гриди. Жадный шоколад или жадина шоколадина его еще называют. Так, и из Монтали у меня еще есть два маленьких. Это 50 мл таких красавчика. Вот. Это Интенс Черри и Интенс Кафе. Два Интенса. Золотой флакончик. Интенс Черри и Интенс Кафе. И сейчас стали делать на Монталях вот такой кот здесь. Раньше его не было. Вот если вам будет видно, вот тут вот кот. Вот как же я вам его показал. Вот. Ну, что могу сказать. Черри, наверное, мне больше нравится. Такой современный, сладенький, как фруктовенький такой. Вкусно пахнет, долго играет, долгоиграющий аромат. И Интенс Кафе. Роза здесь есть в составе. И кофе. Точно это знаю. И пахнет первоначально розочкой. Вот. Потом кофе выходит на второй. После, позже чуть-чуть. Кофе такой томный аромат, заполняющий собой тоже все вокруг. В общем, ой, вкусно, ароматно пахнет. Я, кстати, люблю ароматы, которые такие гурманские, восточные, долгоиграющие, стойкие. Вот. Потом, вот у меня Пур Пуазон с белой крышкой. Это старого образца, 92-го года выпуска. Флакончик. Вот такой переливается, как Пур Пуазон. Чистый яд. Действительно, флакон соответствует описанию. Очень нежный. В отличие от всех остальных моих парфюмов, это самый, наверное, нежный аромат. Но долгоиграющий, запоминающийся и женственный. Вот такой флакон. Это у меня 30 миллилитров. Такой маленький миниатюрка. Вот. Красавец такой. Так. И вот у меня два Диора. Вот это современный год выпуска Диор. Кристиан Диор. И 92-го года выпуска, когда работал на Дома Диор Джон Гальяна. Он тогда этот парфюм создавал. И флакон над дизайном работал. Вот такой синий флакон. Посмотрите, как он переливается. Крышка здесь такая, которая... Можно ее на ноль перевести. Вот смотрите. На ноль. Раз. Фиксатор. И на один. И тогда уже можно брызгать. Тут у меня без золота гравировка такая. Вот. Это 75 миллилитров. А здесь 100. По-моему, здесь 100 миллилитров. Но они совсем разные. Это вообще нежный такой, легкий. А это очень стойкий. Красная жидкость у него внутри. На одежду нельзя. Кстати, красная жидкость еще у меня здесь. Розовая такая. Здесь более темная жидкость. А здесь розовинка есть. Вот. Чем пахнет? Что в составе? Думаю, что и бобы тонко, и ванилька, и мускус, наверное, есть. Это тоже легендарный аромат. Шел он в упаковке такой переливающейся перламутровой. Как в милофон у Алисы. У Алисы. А, здесь Диор вот так. Более металлик цвет такой. Пахнет мне перчиком. Что-то, мне кажется, что тут перец в составе есть. И какие-то цветы. Так. Ну все, на этом закончим. И вот мой обещанный. Тоже я его люблю. Повторяю уже несколько раз. Это Гуччи Раш. Легендарный Гуччи Раш. Символ 90-х. Сейчас все 90-е в моде. И тогда на дом Гуччи работал Том Форд. Который в дальнейшем создал свою легендарную черную орхидею. И не только. Он делал дизайн этого флакона. Такой пластмассовый стиль. Красный яркий флакон переливается, глянцевый. И красивая надпись. Стиль минимал такой. Лаконичный. Минималистичный стиль. Красный яркий. Содержание тоже очень яркое. Спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной. Задавайте мне вопросы. Как вы считаете, какой из моих любимых ароматов? Какой вам больше нравится? Пишите мне комментарии. Спасибо. До свидания. Также у меня есть еще интересный парфюмчик. Это Angel Terry Mugler. У меня они были в разных флаконах. 92-го, опять же, года выпуска. Тогда просто шедевры какие-то создавались. И Terry Mugler, он изначально был танцор в театре. По-моему, балерон даже. И потом он начал заниматься модой. И шил. Костюмером был. А потом уже стал модельером. Костюмером при театре. И создал вот этот вот парфюм. Это одно из первых его детищ. И мода у него тоже очень экстраординарная. Попробую вставить ссылочку под этим видео. Посмотрите, обязательно знакомьтесь с его творчеством. Кто не знает. И сам по себе он очень эпатажный такой человек. Красивый. И создал вот этот вот Энджел. Ангел от Terry Mugler. Вот такая звезда. Кажется, что холодная жидкость внутри, голубенькая. Сам флакон космический такой. Как будто звезда космическая. Удобно держать в руке его. И в первой, в первой, одной из первых реклам, но это парфюмерная вода, а там туалетная вода, снималась Николь Кидман. Доставала звезду с неба. Также я не помню, как точно ее зовут. Снималась в другой рекламе именно этого парфюма. Она ехала на поезде, и у нее был в руке уже этот парфюм. И когда она пшикнула себе на руку, так пшик, сейчас пшик, вот так пшикнула, она понюхала и улетела куда-то в своих мечтах. Аромат просто незабываемый. Получил, кстати, две премии FIFA. Как лучший аромат всех времен, наверное. И считается одним из самых сексуальных ароматов. Очень классно пахнет. И в составе нет ни одного цветка. Есть перс, абрикоски, сладкая вата, шоколад, бобы тонко, ваниль и пачули. Также есть пачули и в моих любимых томфорде. Это у меня 50 мл. Здесь все, гравировочки такие красивые. Все сделано на высшем уровне. Флакон просто супер. Также у меня был еще длинный такой флакон в плане как звезда. Он закончился. Это у меня тоже третий парфюм. И как вы поняли уже, что я возвращаюсь к своим любимым ароматам. Хотя выходят и новинки, я их отслеживаю. Но вот, кстати, Терри Мюглер мне тоже нравится еще. И Элиан есть у него духи. Но там жасмина много. Что-то мне жасмин не очень идет. И хочу еще сказать про этот парфюм. Том Форд Орхид Салей. Забыла сказать, что здесь в составе есть, почему мне пахнет орешками, каштаны съедобные, которые растут в Италии. Их жарят на гриле. Вот, пахнет поэтому орешками. И также есть в составе здесь елки, вечно зеленые вот эти, то ли кедр, кедр, по-моему. Вот, поэтому такой странный аромат. Очень яркий. Я люблю яркие ароматы. Люблю пахнуть сильно. Люблю, чтобы меня спрашивали, что это, чем это так пахнет. При этом, а, еще хочу дополнить параносоматом. Им пропитывается все вокруг. То есть он достаточно такой ядовитый. И одежда, и в шкафу все пахнет им. И прямо может несколько месяцев пахнуть. Один раз там попользовались. Буду опять его повторять. Также вот этот у меня заканчивается. На донышке осталось мало. Буду повторять опять обязательно. Это мои любимки. Я их все повторяю по несколько раз. И, наверное, на всю жизнь любовь это останется. Кстати, вот этот парфюм – любимый аромат моей дочки. Ей уже 8 лет. Супер пахнет. Шлейф такой классный. Вот. Пишите мне в комментариях. И всем пока.